прокладку буду менять не могу старую снять сейчас зачищать буду прямо не какой-то клей на не слеплен это одно мучение сейчас вот старую прокладку брать он рву и и все это здесь остается короче сейчас чистить это все дело буду чтобы это легче сделать решил маховик снять и вот оно что тут выяснилось короче маховик они ставят со шпонкой маховик в оригинале же идет маховик шпонка идет летая летая она прямо вместе все заодно вылета в принципе вот это вот годами ходит ничего этому не будет здесь вот такая вот история одну деталь больше везут или поршневую на этой пиле поменять побыстричку ничего из этого быстрого не выйдет нас вот прокладку вот таким вот образом ножом соскабливал зачем они так делают на какой-то состав садят дни мучения нас вот это все буду выдувать прокладку просто я в масле вымачиваюсь и девай и все это работает болты соответственно на фиксатор тоже все посажу короче я думаю что сервисе мужики кто эти пилы перебирают плюются прямо от этого оле убрал вот эти вот столбики которые здесь вообще непонятно зачем они были вот потом рассветлил вот эти отверстия ну как я собираю я картер отделяю от этого самого топливной бака с ручкой и потом собираю чтоб сюда шланги удобнее было вставлять вот тут расследил побольше отверстия лишь только для удобства далее взял вот тоже китайский тросик газа и думаю чем же он от этого отличается вставляю его сюда где он у нас болтался и он плотно здесь сидит никуда не ходит думаю давай померяем в общем мере у рубашку по внешнему диаметру вот этот вот китайский трос 34 рубашка 3,4 миллиметра этот ровно тройка так вот не мудрено почему она вылетает отсюда буду менять трос на этот ставить болты на синий фиксатор из бы разъемный в данном случае лавр начиная с цилиндра потом болты глушителя пойдут пожалуй может еще эти болты посажу тоже болты зажигания но нередко случаются его обратно все болты на фиксатора дальше заглушки все поставил вместо декомпрессора поставил заглушку обычно вот и проверяю сам свою работу потому что шевелил вот этот вот патрубок впускной хомут да он 08 давление сейчас пару слов еще скажу про хомут хомут тут качество у него так вот вкратце сказать это с пивом потянет оригинального не такой и оригинальный он я люблю ставить вверх его и тот же не поставить потому что вот эти вот у него уши они за ребро цилиндра будут задевать и в другое место тоже можно конечно туда перекрутить тоже но неудобно тут же этот импульсный шланг идет поэтому вот здесь вот его можно поставить и вот у него нет получается в оригинале ты до конца закрутил винт все он держит а тут ты не понимаешь сколько крутить и как бы чисто на ощупь уже крутишь сейчас вот оригинал для сравнения покажу вот такой оригинальный до конца его затянул все и туда не сюда и затянут ну вот сколько говорим на чё тут до 07 даже не упало давление то есть двигатель хорошо держит так продолжаем поставил поставил обратно шпонку беру маховик одевая смотрите внимательно какое-то отхождение как то так не очень мне нравится как здесь маховик выполнен из бы все болты и по технологии цилиндр потом теплоотражающая пластина потом прокладка потом лишь глушитель ну и в результате чего еще одна запчасть осталось вот то что стояла на пиле вот она вся тут ходуном ходит даже при разборе пилы не разбирая я уже увидел что тут какой-то чрезмерный люфт какой-то в этом сопряжении даже болт я посильнее затянулся но это все болтается взял я другую ручку тоже китайскую вот костыль и тот же спилы оставлю остается вот вот она как должно быть то есть отверстия совпали она уже как бы сказать плотно здесь костыль сидит в ручке осталось болтом затянуть и все она никуда ничего не возит как бы даже разобрать тяжело то есть ручка это мусор потому что жесткость пружин особенно которая у собачки пружина она очень жесткая то есть тяжело вставлять собачку на свое место но тем не менее справился с этим ручку поменял смотрите по результат сейчас уже никакого люфта нету все плотно и тормоз все равно как-то странно работа вот взялось сыном более жестче не знаю сработает ли он в каких-то критических моментах когда именно ну удар будет чтобы человек не пострадал кто пила его отработать я говорю это именно связано с жесткостью пружин дальше барабан собрал что заметил при разборке это тоже увидел в общем шайба стопорная она не той консистенции не того размера вот тяжело найти вот этот паз в которой но для ну не то что тяжело вот этот паз должен быть открытый даже вот тоже китайская у меня есть даже в размерах вот видно они пляшет этот вот оригинальный размер вот они где сравнил с оригиналом и такая же это меньше сейчас эту установлю все на месте и позыва найти видно для демонтажа отвертку ставил все секунды она у тебя в руках также обратно стоит на месте то есть вот это стопорное кольцо но не того размера следующем буду ставить зубчатый упор вот он идет с роликом в принципе это хорошо потому что ролик он у нас будет ловить цепь случае ее спадывания либо обрыва так как раньше пилы которые оригинальные были до хусвар на они шли с обычным зубчатым упором без отверстия под ролик и на пилах стать стоял тут алюминиевый цепеволовитель который прям он одноразовый был в общем любого спадания цепи и либо порванная цепь его постоянного ломала это был расходники как бы стоил он таких приличных денег вот вот этот ролик он как бы в принципе годами можно его эксплуатировать профессиональном режиме ему ничего не будет вот но опять же комплектация вот это гайку болт м5 и гаечка обычная применена без стопорения проф режиме это через неделю ее сдует эту гаечку вот она открутиться вот так вот никто это не поймет не увидит и ролик этот потеряется простое решение это блин поставить гайку с нейлоном то есть это уже предотвратит ну уменьшит риск откручивания ролика от упора сам же упор я сравнил их давно ну и тут тоже самое все будет он толще чем оригинальный но его жесткость не такая как в оригинале то есть его гораздо легче загнуть чем оригинальный упор с упором болты без пресс-шайбы считаю что этот узел высоконагруженный постоянно упором же пользуешься упираешь и нагрузка идет на эти болты и вот если пресс-шайбы они были они гораздо лучше держат упор на своем месте и не откручиваются поэтому часто тут бывает болты начинают слабнуть посадочная резьбу разбивает и все ходуном потом бывает что и уже м6 потом не применил не применительно ну в общем то чем дальше в лес тем больше дров сунулся поменять трос газа потому что этот болтался я там уже показывал эту проблему обратно давай все собирать вообще но все не собирается не знаю как от как они там собирают это все привычным для меня способом это никак не собралось сначала пружину поменял на эту это плохо вставляется в ухо сюда в верхнюю клавишу так вот это вот стояла там пружина она более жесткая это ближе к оригиналу тоже китайская потом нет этих курки разрисованная модная ничего то не внушает доверие облыблен кругом тут тоже вон сопли вот эти все они мешают уже пружина выпадает постоянно брал узел управление газом и чё хочу сказать в общем сначала пружину поменял потом не пол не получается собрать потом курки другие взял китайские тоже никак в итоге нашел оригинальные курки и только с ними и кое-как собрал короче тут видимо настолько размеры разные от оригинала и когда ладно бы там оригинальный был бак был оригинальные курки там трос газа поменять он на ура туда залетает а когда она все китайская курки китайский бак китайский это все в размерах пляшет пружина тоже под вылетает отсюда но не так становится как надо очень кое-как на на больше часа потратила только на этот узел вот шланг топливный все-таки решили поменять вот он такой стоял прямой я поставил китайский но он хоть пружинкой витой сейчас покажу вот такой фирмы что он поставил как он это хотя бы что-то где-то уже пружинка вот фильтр тоже поменял этот что такой-то незрачный этими уже давно пользуемся тоже аналог но проверенное времени ну и как результат после замены топливного шланга к нам пришла герметичность топливного бака все заткнуто тут штуцер подал давление стрелка стоит ровно то есть бак герметичен стал получается у нас это провод массовый провод который идет с глушилки с красной кнопки на картер бензопилы вот этим вот ухом он прикручивается сюда вот обратным концом одевается на красную кнопку вот желтый это на этой пиле стоял черный это оригинальный во первых желтый намного жестче провод во вторых клеммы вот смотрите даже уши какие то есть тут намного на желтом ухо вот этого да намного больших размеров что вообще неудобно его заводить сюда прикручивать вот смотрите откуда провод начинается если прикрутить ухода а тоннель в которой надо вставить провод он уже получается перекрывает его да вот это изоляция черная то есть с таким проводом работать вообще крайне это самое неприятно вот и уже я считаю достал один раз его вставил и уже вот этот вот конец он на кнопке на красный уже не фиксируется оригинальный он более компактный потом нам намного этот самый мягче сам провод вот этот меньше диаметры меда урана как в оригинале это идет смотрите как все компактная культурно блин и вот это сама клемма которая на кнопку идет для удобства на 90 градусов загнуть в общем ставлю оригинал посмотреть в чем же отличие от оригинала потому что смутило меня вот эта маркировка hd 5b не видал я раньше таких карбюраторов оригиналы все шли 6b либо там на таких редких версиях там 372 xpw была пила там с увеличенным объемом поршневой 75 кубов там были 12b как бы вскрыл камеру где иголка где иголка как коромысла в принципе даже буква биту присутствует тут тоже в оригинале by какие-то такие отличия есть в принципе я думаю что это оригинал самый настоящий оригинал настройки не трогаю потом на них запущу посмотрю сколько она завода крутит по оборотам пока оставлю да еще не знаю с какой больницы они с какой капельницы вот эти трубки взяли но в оригинале вот такие стоят они хорошо фиксируются в корпусе карбюратора и не выпадают эти же конечно выпадают момента поставлю оригинальные ну вот пила собрана вот что заменил я чтобы это все работала на что сомнения в чем были я это поменял вот осталась прокладочка еще тру я не стал стоять поставил пилу вот так вот стоя думаю чем бензином пахнет крышка течет вот так вот так что сейчас еще крышку умеет а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Много приятных моментов, которые я увидел Крепеж высококачественные, болты твердые Поршневая, в принципе, обработка мне понравилась Поршень Meteor Кольцо Кабер Компрессия офигенная Ну и в работе чувствуется Я сейчас на холостой ее погонял Чувствуется приемистость Набор оборотов хороший На максимальных оборотах она работает так, как должна Не плывет ничто В работе, понятно, там нагрузки будут высокие Там это все более ярко выражено Но и в принципе При пусконаладке При первичной настройке карбюратора Видно, что она работает так, как надо Вот, понравилось Что еще? Карбюратор Valbro В принципе, я его посмотрел И даже частично вскрыл От оригинала он не отличается Просто меня смутила маркировка 5B Но внешних отличий больше я не заметил То есть он оригинал Да, как бы Вот эти вот мелочи Меня немножко смутили Но все равно Я думаю, что Дальнейший опыт Если Производитель будет смотреть Будет прислушиваться к потребителю Будет вот эти вот недостатки устранять Я думаю, что в дальнейшем она Займет свою нишу Вот Так что Максимальные обороты сейчас Как бы Я карбюратор не трогал Изначально завел на том На чем она была настроена Максимально она крутится Ну, свыше 13-13-200 Наверное, было на тахометре Как бы поднастроил Убавил где-то 12-700 я сделал Думаю, что Ну Так будет лучше для поршневой Для поршень Дольше проживет Меньше будет высеть От нагрузок Ну, а дальше Что покажет Лес Работа в лесу То есть Судить уже Надо о ресурсе Там дальше какие-то поломки Если буду Буду Следующее видео снимать С дефектовкой После поломок Так что Оставайтесь с нами Любители малой техники Всего вам доброго Производителю Лучше бы они Еще вот такой вот Упор положили На внешнюю крышку Под размер Внутренний С роликом Ну, малый Чем вот эти длинные Которые вот До сюда бы были Вот этот вот Внешний упор Тоже хорошая штука Продолжение следует